здравствуйте сегодня мы с вами посмотрим новый обзор от компании star китайского производителя модель b79 для начала мы с вами осмотрим то что внутри коробочка значит сам телефончик попозже мы осмотрим его полностью значит телефон 4 3 дюйма емкостной мультитач на 5 точек касания с разрешением 960 на 540 матрица sharp на передней панели есть сенсорные кнопки кнопка поиска кнопка возврат кнопка меню дополнительная и возврат в основное меню с верхней мы видим с верхней части телефона мы видим датчики освещенности микрофон слуховой динамик и камер 0 3 пикселя для видеосвязи также фотоаппарат и видеосъемка поддерживает на боковой панели мы видим разъемчик для держателя шнурочка есть мини usb разъем для подключения к компьютеру или же зарядному устройству с верхней части мы видим разъем для открывания крышки кнопочка выключения или же блокировки экрана для экономии энергии разъем 3.5 для стереонаушников с этой стороны телефона мы видим кнопочки увеличение и уменьшение громкости в нижней части у нас только разговорный динамик на задней панели у нас идет два светодиодных луча для фотоаппарата и фонарика 8 пиксельная камера довольно таки громкий динамик корпус выполнен из качественного пластика на ощупь прорезиненный немножко и с точечками то есть он не будет у вас с руки сползать давайте осмотрим внутренность самого телефона что у него есть внутри крышка задняя прилегает очень плотно поэтому выпасть отсюда ничего не должно у вас вот внутри у нас находятся два разъема для сети 2g сети gsm и 3g сети vcdmi hsdpi и разъем до 32гих flash давайте мы сразу его попробуем включить и осмотрим полностью работоспособность нашего девайса значит есть два разъема нижний и верхний и разъем для микро sd значит дальше комплектация идет инструкция на английском языке у нас есть москва для подключения сома телефона как видим можем подключать плотно прилегает разъем поэтому не будет у нас выпадать ни шататься Дальше наушники видим. Даже дополнительные у нас есть наушники. В комплекте две батареи 2000 миллиампер. Одна и вторая. И само зарядное устройство с таким вот переходником. Зарядное устройство идет у нас 550 миллиампер. То есть на 4 часа зарядки для такого устройства вполне достаточно. Теперь есть у нас возможность осмотреть сам телефончик. Сейчас мы его подключим. Значит стоит здесь операционная система Android 2.3.6. Процессор модели Starb 79 MTK6575 Cortex-A9 ARM версии 7 1 ГГц. Частота. Встроенная память 4 ГГц. Оперативная 512 ГГц. И поддерживает слот расширения до 32 ГГц. Как я уже говорил, здесь есть дисплейчик 4.3 дюйма. Мультитач на 5 точек касания. Шарповская матрица. Также беспроводные сети Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Полноценный модуль с поисковой функцией iGPS, FM-радио. Датчики приближения, датчики света, датчики гравитации, положения. Вот мы уже запустились. И внешний вид. Работа самого телефона уже после запуска довольно-таки быстрая. Есть возможность быстрого доступа к любому из окон основного рабочего стола. Также мы можем добавлять рабочие столы. Вот видим. И удалять. Есть возможность добавления приложения или ярлыков. К примеру. Вот они у нас появились. Возможность перемещения и совмещения их в одну папочку, переименовывая там, к примеру, игры интернет. Вот видим, да. Дальше есть возможность реализации для увеличения дисплейчика. Скрытие верхнего бара. Скрывается, да, у нас. И сам верхний бар. Здесь быстрый доступ у нас есть к яркости настройки, быстрые настройки яркости экрана, фонарик, настройки звука, Wi-Fi, Bluetooth, передача данных интернет, GPS, автоповорот экрана, режим в самолете, синхронизация и настройки полностью всей панели. Можно выставлять под себя всю панель. Включим автоповорот. Посмотрим, как у нас работает автоповорот экрана. Даже можем работать в таком положении. Есть еще, кроме основного рабочего стола, есть второстепенный. Он работает. Можно выставить в вертикальном режиме просмотр всех файлов. Можно в горизонтальном режиме, так как вам уже будет удобно. Теперь давайте по самим приложениям. Для начала фотокамера. Фото-видеокамера работает у нас 8-пиксельная. Можем зайти в настройки, посмотреть. Значит, в настройках у нас есть отображение всех размеров. То есть мы можем выставить сразу 8 пикселей до 1,3 мегапикселя. Качество отличное. Съемка фотографий сделана этим телефоном. До максимума увеличим. Как видим, видно очень даже хорошо. Видеокамера тоже снимает отлично. Тоже 8 пикселей. Значит, дальше. Что еще? Есть FM-радио. Есть такая функция, как фонарик. Очень порадовал функциональностью своей. То есть, включили мы фонарик. Есть возможность изменять частоту мерцания. То есть, как стробоскоп. Можем на максимум. Все зависит от наших желаний. Теперь, по поводу мультитача. Запустим программку мультитач. Проверим, насколько работает наше... Вот видите, 5 пальцев, да? То есть, ровно на 5 пальцев. Как и указано от производителя. По поводу Wi-Fi. Wi-Fi у нас сейчас не подключен. Ну, через минутку мы с вами полностью проверим все настройки. Значит, настройки самого телефона есть. Управление SIM-картами. Полностью настройки голосовой. Вызов видео, вызов SMS. Соединение для передачи данных. Какой мы хотим поставить для интернета. В роуминге. Контакты SIM-карты. Синхронизация. Беспроводные сети видим как Wi-Fi, Bluetooth. Настройки VPN тоже. Мы можем, к примеру, добавить из VPN разной сети. PPTP, L2TP. Работа с вызовами. Голосовой вызов, видео вызов. Интернет вызов. То есть, как по Skype. Дальше, работа с профилями звука. Тоже в тонкие настройки звуки клавиш. Нажатие, вибро-отклик. Мелодии на звонок. На сообщение. С экраном у нас также самая яркость. Управление яркостью. Так же самое, как и здесь. Мы можем управлять автоотключение экрана. Включение. Мы сделаем поярче. Местоположение. Здесь управление спутниками. Настройка GPS и спутники GPS. В безопасности. Можем настроить блокировку экрана. Выбрать от администратора устройства. Или установить с SD-карты какое-то приложение. Это в безопасности. В меню приложения мы можем работать. Управлять приложениями. Установлены как сторонние. Все. На SD-карте. И управление отключением рабочими. Те, которые идут в процессе. Работа уже. Можем посмотреть расход заряда батареи. На что используется. Есть вверху датчик. График показывает, сколько уже от батареи работает телефон. В разработке можем сделать тоже настройки. Отладка PSB для синхронизации телефона. Так. Дальше. Аккаунт из синхронизации делается. Ставим тоже фоновый режим. Для синхронизации с Google. Для Android маркета. Для восстановления резервного копирования. Если у нас уже поставлено. То есть что-то случится. Мы можем сбросить настройки на стандартные. И Android у нас будет работать. Как с магазина. В памяти телефона мы посмотрим. Есть всего. Встроенная память. Есть память, которая сейчас у нас на SD-карте. С языком и клавиатурой здесь все понятно. Что русский язык. Клавиатура тоже русская. Можем выставить и остальные языки, если нужно. Есть функция голосовой. Вот вывод. Установка даты и времени. Включение. Расписание. Включение и включение. Ну и о самом телефоне. Мы можем посмотреть, что. Модель B79. Версия Android 2.3.6. Версия Android 2.6.35.7. Номер сборки. Это у нас все есть. Дальше. Давайте попробуем с вами производительность этого девайса. К примеру, запустим с вами игру Angry Bird. Посмотрим, как она будет работать у нас. Вот. Наши есть. Вот. Вот. вот давайте теперь попробуем наверное другие приложения к примеру такие приложения как работающие с датчиками гравитации с поддержкой у нас как видим что гравитация у нас датчик гравитации работает выиграли можем с вами мы еще попробовать какую-нибудь другую игру к примеру вот такую поиграть футбол и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Вот Давайте проверим еще датчики Есть у нас Одни из приложений допустим Voxel Voyage Где мы можем С вами посмотреть Как видеорегистратор Программка Наше положение Программа показывает И карту где Мы находимся Отрисовка со спутника ведет Как видим сейчас Начинается отрисовка спутников Показывает наше местоположение То есть для водителя это Очень большой плюс Идет запись Видеорегистратора Плюс Показывает местоположение Наше В реальном времени На карте Вот Есть Кстати Тоже функция GPS Как видим Спутники у нас Нашлись Мы можем Реальный GPS На Vittel И С GPS Тоже можем работать Есть Но и GPS Дальше Попробуем с вами Еще протестировать Телефончик В режиме С программкой The David Test Показывает полностью Все датчики Которые есть В нашем телефоне В данный момент То есть Первое Это Задняя камера Можем посмотреть Видим Качество Съемки Показывает 8 пикселей 3264х2448 Угол обзора Здесь у нас Горизонтальный Вертикальный 360х360 Фронтальная камера Тоже есть у нас 0.3 пикселя 640х480 Так же само Угол обзора 360х360 Снимает GPS GPS спутники Тоже показывает Сейчас 9 спутников Высоту По азимуту Дальше Вайфай Вайфай Уже у нас Нашелся Одна Сеть Нетворк Домашняя Макадрес С помощью чего Защищен Видим ВПА2 ПСК Дальше Теперь Блютуз Блютуз тоже Наша модель Б79 Адрес Идет Наш И Нашел он Еще Еще одну Сеть Блютуз Дальше GSM VCDMA Сети Мы смотрим HSDPA Тоже Сеть Показывает Какая SIM Работает Видите SIM Есть у нас Live Kyivstar Network GPRS Майадрес Дальше Датчики Движения Видим Мы У нас На 3 точки XYZ Видим Датчики У нас Меняются В положении То есть Датчик Гравитации Тоже У нас Присутствует Также Есть Компас Видим Датчики Меняются Сам Дисплей Теперь Давайте С вами Посмотрим Дисплей У нас Идет Как указан От Производителя 960 На 540 Дальше Батарея Качество Батареи Насколько Она Заряжена Какая Технология Литий-ионная Температура Его Вольтаж Дальше Центральный Процессор Центральный Процессор У нас Идет На базе MTK6575 Cortex A9 ARM Версия 7 1 ГГц Памяти Встроенной 4 Гига Дальше Динамики Здесь Где В какой Выставлена Частоте Звука Вибро Работает При касании Вибро Тоже Здесь Есть Микрофон Есть У нас Видите Галочка Стоит USB Аудио Видео Выход Операционная Система Операционной Системой Мы видим Модель B79 Продукт H935 Релиз 236 Android На базе MT6575 Дальше Есть Еще Световые Датчики У нас Видите Lumix Показу 90 40 Закрываю 40 90 То есть Датчик Освещенности Есть И Еще Один Датчик У нас Тоже Тоже Работает Еще Есть Датчик Фонарика Это Вот Этот Мы Уже Его Осматривали С вами Подводя Итоги Нашего Обзора Хочу Сказать Что Смартфон От Компании Star B79 3G На 2 Симкарты Имеет Очень Хорошие Возможности Большой Емкостной Экран 4.3 Дюйма С Небывало Высоким Разрешением 960 На 540 Пикселей Новое Поколение Процессора MTK6575 1 ГГц Cortex А9 Со встроенной Архитектурой ARM Версии 7 Процессор Произведен По технологии 40 нанометров Низкое Энергопотребление Плюс батарея 2000 мА Все это Означает Полную поддержку Флэш Видео Вызовов Скайп Еще большую Скорость Обработки Интернет Ресурсов И конечно же Обеспечивает Работу Требовательных Современных Игр 3D 3D Ускоритель PowerVR HDX531T Обеспечивает Высокую Производительную Графику В играх И графических Интерфейсах Сами видели Как они Работают У нас Объем Встроенной Памяти Увеличен До 4 Гиг Что позволяет Хранить Мультимедиа Файлов Большого Количества И поддержка SD-карты До 32 Гиг Далее Есть Поддержка Двух Сим-карт В режиме GSM GSM Или VCDMA Плюс GSM В перспективе Технические Характеристики Модели B79 3G Позволяет Получить Обновленное ОС Android До 4 Версии Камера С двойной Вспышкой И автофокусом Позволяет Делать Качественные Снимки С разрешением 2560 на 1920 пикселей И снимать Видео 720 на 480 пикселей Довольно-таки Хорошее Качество До 25 Кадров Секунду Смартфон Наш Оснащен Функцией GPS Позволяет Полноценную Навигацию К примеру Navitel А также Беспроводными Функциями Как Bluetooth Так и Wi-Fi Новое поколение Этого смартфона Обеспечит Производительность И возможности Недавних флагманов Известных брендов Поэтому Китайские Производители Всегда идут Ногу со временем И желают Для своих Потребителей Хорошего качества И Хорошей сборки Что мы видим В данной модели От компании Star Модель B79